Ох, тащит, тащит-то как! Мама дорогая! Вот на чем надо здесь ездить, ребят. Производим, так сказать, полевой ремонт выхлопной системы. На скорости! Твою мать, он сейчас сядет! О, боже мой! Тягач готов, тренажка готова, Виталий и Витя все готовы. Ну что, едем. А что ты не газуешь-то? Газуй! Ох, тащит, тащит-то как! Мама дорогая! Ну разве можно? Сюда! На переднем приводе! Господи, она тонет вообще здесь, эта тренажка! Просто тонет! Но самый эротичный момент у нас сейчас впереди. У нас на том берегу остался москвич мой. И этот самый москвич, то есть мы сейчас что сделаем? Мы сейчас, ребят, оденем на него цепи! Вот таким вот образом мы попробуем эту всю срань преодолеть, причем без помощи, без помощи Витары. Вот, собственно, так выглядят у нас цепи. Слушай, Виталий, а какие вообще вот цепи бывают? То есть вот эти, я смотрю, вот они, такой елочкой, да? Ну это типа сота. Бывают как лестницы, вот такие. Ага. Вот, сота. И бывают браслеты, которые одеваются просто так вот, как бы с одной стороны вот так, перещелкиваются полумесяцем и все, но они малоэффективны. Самые эффективные вот эти. В отличие от лестницы, они не дают бокового соскальживания. А их, подожди, вот их где можно использовать? То есть где лучше их вообще использовать? Лучше в черноземе, в глине, в снегу. Вот. То есть не в песке? В песке нет, в песке лучше травить резину. 20 минут мучений и цепи одеты. С обоих сторон, слева, справа. Ну, теперь проходимость нашего синего красавца должна увеличиться. Меж тем, меж тем, у нас опять завязла тренажка. Собственно, при попытке вообще выехать с поля, потому что Витя решил ее больше не мучить. И так все с ней понятно, что здесь, ну скажем так, из-за вот этих вот специфичных дебильных пластиковых бамперов, то есть машина здесь не особо она, скажем так, ее, в общем-то, жалко. Жалко эту машину. Поэтому, поэтому вот результат, вот результат. Она у нас опять висит. Ну, сейчас мы ее вытолкаем и займемся москвичом. Как крепко-то посадили мы переднеприводный наш хэтчбэк. Аж Витара не может сдернуть. Слушайте, я не знаю, как я здесь буду на москвиче проезжать. По-моему, это плохая затея. Он не может назад и вперед не может. Он вообще никуда уже не может. Эпичные последствия. Слушай, теперь ты можешь под камерами ездить. Хоть 150. На этой туда 150. Сейчас москвич на цепях. Ну, давай, Виталий, покажи класс. Покажи, как надо ездить на... Божь ты мой! Цепи, может, конечно, и не делают из него профессионального внедорожника, но уж точно многое решают. Ну, а мы сейчас вернемся туда, обратно. Значит, после нашего повторного проезда по грязи, видимо, чем-то мы там зацепили все-таки глушитель. Опять он вывалился, ребят. Точно так же, как я вот говорю. Вон он, видно, да? Вот так. Вон он вывалился. Одна труба из другой. В общем, сейчас в полевых условиях мы попробуем, ну, хотя бы вставить одну трубу в другую. Не знаю, там получится, не получится нам сейчас это все сделать. Ну, интересно же, да? Просто так мы не можем сейчас поехать в грязь, потому что сейчас там в эту трубу набьется всякое сранье. Зачем это надо? А так нам, у нас же там целая обширная программа-то, в общем-то, была. Но нам же не, собственно, обидно будет, если мы из-за какой-то ерунды эту самую программу не сможем выполнить. Вот домкратили автомобиль, и сейчас производим, так сказать, полевой ремонт выхлопной системы. Виталий производит. У тебя все грязно, не переживай. О! Работает, как часы! Ну, как такие, старые часы. По тем самым местам, где застряла девятка, в смысле, не девятка, да, а сегодня тринашка, хотя какая в жопу разница, сейчас попробует проехать, ой, попробует проехать Москвич на резине с цепями. О, боже, он это делает! Кто-нибудь, остановите эту машину, она невообразимо бешеная! Это там, это там, где, где нахрен застряла тринашка, ну, конечно, без цепей. Это там, где застряли почти витара, которая тянула тринашку обратно. Это, это был космос! Партнером выпуска является интернет-магазин запчастей Yulsan.rf Yulsan.rf Три «Потому что». Многие автолюбители вашего города покупают запчасти в Yulsan. Почему? Потому что там низкие цены. Цены в Yulsan низкие, потому что запчасти идут напрямую от крупнейших поставщиков. Если вам будет трудно подобрать нужную запчасть, вам всегда поможет ваш личный онлайн-консультант. Yulsan.rf И мы сейчас едем на цепях по вот этому чернозему. Абсолютно не напрягаясь, абсолютно. Куда-то мы сползаем, сползаем немножко. Но нет такой грязи, которая бы не поддалась москвичу на... Вот тут Yeti сидела. Вот здесь Yeti сидела? Ну вот тут вот оно такое. Сейчас что-то все в воде. Ох, 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 ох. Да-да-да, пойдем посмотрим, пойдем посмотрим. Я люблю эти машины. Я люблю эти машины. Для тех, кто не в курсе, кто не смотрел ролик про Шкоду Yeti, вот здесь она села. Причем села так хорошо, и мы на полном приводе ехали. Причем на скорости. И потом здесь проезжали всякие УАЗики. Виталий проезжал на своей Витаре. И, собственно, и Монтеррей проезжал, да, и до хрена машин на самом деле. То есть здесь, в общем-то, практически болото на самом деле. Готов? Да, готов. Под слоем вот этого... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он проезжает! Он проезжает! Охренительная колея. На скорости! Твою мать! Он сейчас сядет! О, боже мой! Ну что, попробуем назад. Ну, ребят, это место, где очень многие машины сидели. Нет! Все! Мы это сделали. И, собственно, вот, да, ну вы видите, я думаю, здесь видно, да, что поступицы, поступицы воды. Чтобы было понимание, я сейчас, вот, вот мой сапог. Вот. Вот так я сейчас встал. Вот так. Вот так там воды. И не просто воды. Господи, это болото, которое засасывает. Ох, молодец москвичок! Даже несмотря на то, что мы его посадили. Ну, это было очень эпично. Это было, ребят, очень круто. Сначала дергали его назад. Это было вообще бесполезно. То есть, Витара даже застряла. Ну, кое-как выехала. Дернули вперед. С рывком, причем, наверное, раза с пятого. Получилось, пошло и выехало. Ну, и зачем нам BMW? Наша тема, это москвич. Нет, нет, нет. Да ну нахрен, да ну нахрен. Все. Монтана. Опять у нас самоуверенности. Граничащая с наглостью. Все. 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 Клеяк, она не едет. Ну, не хватает дорожного просвета все-таки. Ну, как бы не УАЗик. Как бы не Нива. Как бы просто москвич. Обычный трудяга. Ну, собственно, все. Подошло наше путешествие по болотам Воронежской области к логическому завершению. Вот так теперь выглядит у нас москвич. Немножко по это самое загрязненный, скажем так. Ну, более того, когда сейчас ехал я обратно вот по этим самым местам, где Виталий проезжал, когда я снимал, тоже как бы проехал без проблем. Единственное, я опять оторвал на каком-то участке опять же этот глушитель. Вот, опять он у нас рычит. Сейчас где-то на косогорах его поставим, попробуем подкрутить, чтобы я до сервиса мог доехать нормально, чтобы его уже там хорошенечко сделали, заделали, все такое. Какие мы можем сегодня сделать выводы? Передний привод, это, конечно, круто, но если у вас такая машина, как тринашка, четырка или пятнашка, то есть вот этими хлипкими бамперами, то есть не надо ехать в такое говно, которое было у нас сегодня. В такое говно лучше ехать вот на таком автомобиле. Задний привод, передний привод по барабану. Берите цепи, одевайте цепи. Они стоят... Виталий, сколько они стоят? Полтора рубля? Да. Полторы тысячи рублей, и вы получаете автомобиль, который не уступит, а может быть даже в чем-то превзойдет. Вот как мы сейчас показали, да, на примере вот Шкода Йети, да, 4х4, 152 силы в ней было. Она там села, причем тоже со всего размаху, со всего разбегу она там ехала. И при этом москвич там проехал. Да, он в другом месте сел, но там, извините, там, ребята, это было реальное болото. И плюс он у нас там... Он достаточно узкий, он не попадает в колею, и садится на рессоры, садится на рычаги. То есть он цепляет, опять же, вот этим низковисящим глушителем, который постоянно отрывается. С вами было эпичное бездорожье. Сан Саныч, Витя, Виталий, москвич, Витара и уже покинувшая нас тренажка. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, не забывайте, ставьте лайк. Всем пока! А мне кажется, москвичные все-таки в таком болоте смотрятся поэпичнее, да, квадроциклы? Квадроциклы, ну что в них интересного? Ну, каждый день какие-нибудь владельцы вот такой мототехники катаются на своих новых приобретениях и объезжают их. Но кто же в здравом уме попрется в такую грязь на москвиче? Я!